Для нас экзотических стран. Это частный дом. Нет, это рижская школка. На школах всегда должны быть флаги и на государственных учреждениях тоже. Сейчас мы свернем на улицу Крышьяна-Барона налево. Там очень красивое здание. Направо я вам покажу одно из самых моих любимых. Оно построено в 1903 году. Архитектура мне очень нравится, но самое хорошее, что мне нравится, там на самом верху, вот на самом верху этого здания, там есть отличная квартирка, офис с выходом на верхнюю террасу. Видите? Вот там я была. Одна финская айтишная компания там работала в свое время. Ну вот, это улица Крышьяна-Барона. Это в сторону Старой Риги. А сюда в сторону уже от Старой Риги трамвайчик тут ходит. Красный свет. Наверное, надо подождать, хотя люди топают. Сегодня с цветами, не знаю, что за праздник. Алина, я вижу, что вы следите. Вот и трамвайчик поехал. Пятерочка, она ходит, единичка, она ходит из одного конца Риги в другой. Очень удобно на этом трамвае доехать, пересечь всю Ригу от границы до границы. Это одна из моих любимых кофеюшек. Особенно я люблю вот этот лососевый черный хлеб здесь. Здесь свежий лососик. Открыла девушка, которая сначала работала и жила в Германии. А потом приехала и открыла вот такую кофеюшку. Не знаю, видно там, меня видно. Отсвечиваюсь. Но там очень удобно посидеть можно. И, в общем, бизнес-встречи тут у меня проходили. Джингл В называется. Очень классная кофеюшка. Ну, пошли дальше. А магазины моды разные. Ну, вот тут, например, да, очень много появилось магазинов, так называемых секонд-хенд. Ну, вот, видите, тогда вам интересно, Алина, если вы в Риге не были, посмотреть. Похож на Таллин, но это я, как вы понимаете, я нахожусь не в старой Риге сейчас, а в новой Риге. Старушка Рига, там архитектура сохранилась очень старая, со времен Ганзейского союза. А тут уже отстроены здания новые, разные стили. Вот здесь музыкальный дом. Выступает, вот видите, Раймондс Пауллс тут у нас 25 февраля с Даумантом Кауменем. Будет вот разной знаменитости латвийские. Не только, да, но вот это музыкальный дом. Дайла называется. Когда-то был кинотеатр. Там ресторан Ганбей. Кухня азиатская, японская, суши китайская, по-моему, да, но азиатская. Я иногда туда хожу пообедать. Ну, вот такие скамеечки. Это кафе открыл в свое время руководитель нашей национальной оперы. Сейчас его уже нет в живых. Но кафе сохранилось в Жигурсе и до сих пор работает. Тут улица театральная такая. Там новый наш самый популярный... Вернее, это даже не кафе, а ресторан, а ресис. Там новый театр находится на реконструкции. Наш новый театр очень популярен во всей Европе. Его руководитель Херманис сейчас. Они выступают в других залах. Еще трамвайчик поехал в депо. Ну что ж, Алина, я прощаюсь с вами. До следующего лайф. А да, и не только с вами, но и с теми, кто потом посмотрит. А да, классного дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok